Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Греша. Мы озвучиваем вопросы с нашего сайта. Вопрос 2120, 8-й том открытым оком. Идолопоклонство крепко пустило корни в нашей жизни. На каком основании проводилось искоренение веры в ложных богов? Ответ. Ветхозаветний дух поборол евангельскую заданность на проповедь. Пошли путем насилия. А это возможно только с помощью царской власти. На этом все и строилось. Получить разрешение у императора, чтобы отобрать храмы, чтобы крушить идолов. И этим методом продолжают бороться с неугодными по сей день. Отобрать храмы, монастыри, часовни. Этот высев был сделан по благословению церковных властей. И плоды растут и пожинаются ныне. Господь же Христос послал проповедовать и убеждать людей, чтобы Бог пробудил сердца людей, дал им веру. Слово благовестия в Библии сказано 107 раз в помощь проповедникам. А разрушать идоловские службы, стадионы и дома культуры безбожников на это не даже намека. Но однако этим разрушением занимались в Греции. И с этого началось крещение Руси. Деяния и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Между тем рассеившиеся ходили и благовествовали Слово. А Филипп оказался в Азоте и проходя благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. А теперь из жития святых. Иулий Пресвитер и Иулиан Дьякон 21 июня. Это все по старому стилю, кавычки открыты. В то время среди пшеницы и святой веры еще было много плевел идолопоклонического заблуждения. Хотя Восток и Запад находились в то время уже во власти христианских царей, и благочестие всюду процветало, однако еленское нечестие не было еще истреблено до конца. В особенности поселениям, где люди в неразумной слепоте еще держались древнего идолослужения. И вот все едва раба Христова, преисполненные ревностью под Боги, прибыли в Царьград благочестивому царю Феодосию Младшему и просили дать им его царскую грамоту, дабы им беспрепятственно можно было в греко-римской области уничтожать идолов, разорять и сжигать капища, посещать рощи и сады, насажденные в честь идолов. И взамен того создать храмы Божии и распространять славу имени Иисуса Христа. И об Евангелии это еще, чтобы царь дал разрешение. Царь дал им это разрешение, подтвержденное грамотой, в которой было присоединено повеление, чтобы везде по окрестностям и городам все правители в епархии, областеначальники, князья, различные сановники, городоначальники, повиновались Иулию и Иулиану во всех делах, и на строение храмов Божьих доставляли им все потребное. Все, все, Евангелие, и дальше говорится там о сотнях храмов, то есть они этим прославились, ну и дальше не все. Так, мы одно это житие убираем, открываем второе, потому что оно маленькое было. Сколько оно? Две. Ну, дальше идем. Вопрос 2155, восьмой том открытым оком. Что такое духовная гордость? Отвечаю. Это я отвечаю, в университетах вел занятия. Гордость, она всегда духовная, ибо начало ее идет от духа на ум на дело. Но очевидно, вы спрашиваете, что такое гордость у верующих? По-настоящему гордость и должна именоваться таковой только у верующих. Неверующие ее даже и знать не должны, потому что гордость – это их сущность, их природа. А верующим, рожденным от Духа Божия, она с момента духовного рождения стала чужой. Всякая молитва, где говорится о избавлении от лукавого, она и выражает просьбу, чтобы избавиться от источника гордости, от сатаны. Конкретно она выражается в присвоении себе, не принадлежащего тебе. Например, чести, звания, стремление возвыситься над другими, на чужое седалище сесть. Тогда смирение подойдет и попросит пересесть пониже, ибо не по чину карабкается смута. Это сокровище, в кавычках, очень часто находит в себе добротную упаковку в поповских и архиерейских сундуках. Это мой ответ. Считай дальше. Превозношение, непокорность, выпячивание своего я, самыми малыми знаниями обладая, спорит, вылазит до бесчувствия 1 Петра. Так же и младший, повинуйтесь пастырем. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать римлянам. Хорошо, что хорошо, они отломились неверием, а ты держись верою. Держись? Прочитай. Но ты держишься верою. Ну, так и считай. Не гордись, но бойся, 1 Петра Константином. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, 1 Тимофея. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, не подпал осуждению с дьяволом. Вот так, гордость какая. Тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, откровения. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Вот так отвечаю по слову Божию, по житиям святых. Так, это маленький, еще одно откроем. Сколько? 7. 7. Как раз заполнится. Давай. Вопрос 2161, восьмой том открытым ока. Какая уверенность, что все видения у святых были от Бога? Отвечаю. Протолус советует, что если даже истинное было явление, а ты не поверишь, что получишь от Бога за то неверие по хвалу, чтобы не обмануться. Симеон Девногория, 104 мая. Спустя некоторое время. Он был, как раз истинное было жителями только зверей. Так что никто из людей не видал его. Звериное христианство. Как истинное христианство. Истинное христианство. Истинное христианство. Истинное христианство. Он разжегся дьявольскую завистью к нему. И замыслил убить его. Это в монастыре. Это нормально все. Это не прелесть, не гордыня. Спустя некоторое время блаженный Симеон начал усердно просить братьев построить ему столб близ толпа Авы Иоанна. Согласно его вожеланию, столб был построен при столбе Иоанновом. Отрак взошел на него, имея всего лишь 7 лет от роду, будучи облегченным в образ иноческий блаженным Иоанном. И стоял он на столбе, подражая Аву Иоанне. При начале его подвига столбного ему явился Господь наш Иисус Христос в виде отрока, сиявшего незреченной красотой. Пойди, проверь, являлся, не являлся. Иоанн пел каждую ночь по 30 псалмов, а Симеон под 50, а иногда по 80. Часто же и всю псалтирь пропевал в одну ночь, совершенно не предаваясь сну, и днем святой непрестанно словословил Господа. «Были же среди иноковы такие, которые питали ненависть на утрока Симеона, поддаваясь искушению демонскому». Святой Симеон, спускаясь оттуда, спросил водившего его, «Что это я видел?» Тот же отвечал, «Это семь небес, на которые ты был восхищен». «Семь небес». Это мусульманское. Павел был до третьего неба только. Понимаете, какие басни. «Затем святой видел и рай, и прекрасные сады, и пресветлые, и пребольшие шпалаты, и источник мира, притекавший там. Здесь преподобный не видел никого, кроме Адама и благоразумного разбойника». «Ануфрий, великий, 12 июня. Чада, ты послан Бога в пустыню, а это не для того, чтобы в ней подвязаться, но для того, чтобы, видев рабов Божьих, возвратиться обратно и поведать о добродетельной жизни пустынников братьев». «Не о Христе, а именно о том, чтобы рассказать о них». «Ради душевной пользы их, по славу Христа Бога нашего». «Вначале думаешь, здесь не виновен я, но часть моей вины уже не растворится. С нечистотой смирился, стал в зеркале свинья, с земном осуетился, и опустились крылья. Что пользуя мир спасти и погубить себя, остаться слева в списке из погибших? Лишенные свободы слова во мне сидят, среди живых глухонемой и лишний. «Где доброволец, кто захватит город, кто покорит враждебный гарнизон? Истина одна, ненужная ей подпорок, где вера истинная, жертвовать резон». «И слово Божие конкретно неусловно, святые образы, примеры, подражания. Не наше безразличие с благослужением сонным, в доспехах воина, не в теплейкой пижаме. В короткий миг вся жизнь сжимается до вспышки. Свидетельство, приведшее к расстрелу. Твой личный опыт жив не понаслышке. Служение и советы отнюдь не устарели. Отнятие всего лишение Бог допустит. Понятно, нелегко спокойным оставаться. Взор не своди с распятого Иисуса. В доверии к Нему залог блаженства счастья. «Вот, Он сейчас со мной склонился под ударом, Ему со мной вместе выкручивают руки. Из плена искупления Спаситель дарит даром, Из коммунистического рабства исхищайте внуков. Святые с нами здесь по камерам тюремным, Так уязвимы нежные девицы, Заплеванные для ослепших брением, Божественные стали здесь страницы. Во все любимое вводить переоценку, Считая ссором ценности мирские. Для Бога жертвуем всегда с большим процентом, От палачей награда их от души простите». Вот так. Это у нас закончилось. Третье вопрос. Наверное... Третье вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok